Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы сегодня собрали целую пятерку. Здесь у нас два светлых, одно пшеничное и два темных. Я налью сразу, да? Да, конечно. Ты вот расскажи для начала, как тебе псковское лето, пока я тут разливаю, да? Псковское лето весьма меня порадовало. Отсутствием вот этой капризности, свойственной Санкт-Петербургу, да что там говорить, всему северо-западу. Так, закрывать нечем. Ну, читани там, что там, пару слов, как говорится об этом. Пару ласковых. Страна происхождения Литва. Состав вода, ячменный солод, хмель. Их экстрактивность начального сусла 12%. Содержание этилового спирта 5,2 мл, 100 мл продукта. Смотри, это у нас, значит, сорт, который называется рингтинис. Рингтинис. Понятия не имею, что означает рингтинис, ребята. Это что-то вот такое, на языке гитвагов. Кто в курсе, напишите в комментарии. Знаешь, что я здесь в аромате поймал? Медовость я здесь в аромате поймал. Давай накатим уже. За псковское лето, ребят, здесь классно, приезжайте. Это 5,2, это же классифицируется как нехилый такой градус для пива, да? Не самый маленький, но пьется он прям довольно-таки крайне легко. То есть пиво здесь, оно очень удобное для, именно для не напивания, а для того, чтобы жажду сбить. Слушай, ну очень легкое. Да-да-да-да-да. Такое. Воздушно-эфемерное такое. Водянистость, конечно же, присутствует, но она, не во главе стола тут, это однозначно. Вот это пиво я точно водянистым не назвал бы. Да-да-да. Такое оно, не сильно плотное, но есть у него тело, есть солодовая тона, вот эти хорошие такие во вкусе. Медовость есть во вкусе, так же, как в запахе. Цветочная. Вот еще вот такой элемент есть, то есть какая-то цветочность. А может быть все это связано с тем, что у нас окружает такая мощная цветочная аура. Я сейчас допью, и давай стаканчики промоем, и сразу второе. Да, конечно. Второй сорт, который у нас сегодня будет, называется Браворо. Браворо. Ну тут даже я состав увижу. Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное. Браворо. Алкоголь также 5,2. Объем, кстати, у них интересный. То есть это пинта 0,568 литра. Нормально. Не как у нас сейчас 0,45 в российских пивных напитках, да? А 0,568 аж. Ладно, давай попробуем Браворо. По запаху оно, смотри. У него какой-то холод, как будто, знаете, из глубины какого-то колодца такого, с чистейшей родниковой водой. То есть такой глубокий такой какой-то вкус, такой холодный, по сравнению с первым. Хера себе, ты сейчас как эти все придумываешь, да? Да я на ходу все говорю, отвечаю. Я просто смотрю на заднем плане на колодец, и вот у меня сразу мысля такая пришла. Смотри, по ароматике это ближе к именно таким, скажем так, классическим сортам светлого пива. То есть именно сразу какой-то, не знаю, наше прям жигулевское такое классическое. Кстати, да, вот вспоминается. Вот если первое было прям такое цветочное, такое нежненькое. Нежненькое, да. Как вот так вот, пальчиком, а здесь уже как будто целой ладошкой, так знаете? Да, ладошкой. А может быть даже и кулачком, ну, не, кулачком, я думаю, будет дальше. Да, это пролетаринка здесь такая очевидная. Такая вот, знаете, когда заводчане ломятся с работы, и прежде чем сесть на трамвай, заходят в пивняк, им наваливают там, пену сдувают, просто муху вот еще вот так вот пальцами грязными выкидывают и подгоняют им. Они врываются прям вот этим литровым пивником советским прям сразу же и прям прыгают в свет уходящему трамваю и ловятся вас нянчить детей и как бы пользовать жену. Вот такая вот, короче, подача. Вот ты офигенную тему сейчас затронул на самом деле. Ребята, вот знаете что? Напишите в комментариях, кто где работает. Да, на самом деле нам это интересно, да. И если вам может быть интересно, да, чем занимаемся мы, то также напишите об этом в комментариях. И в одном из следующих обзоров мы, я думаю, об этом расскажем. Ну, в принципе, известно, чем мы занимаемся. Так что давайте ждем комментариев и за ваше здоровье вот сейчас вот прям вот. И, конечно же, за процветание металлсообщества в России. Ну, да, второй тост традиционный, да. Слушай, ну прям, да, прям жигулевское прям такое хорошее в своей лучшей инкарнации, я бы сказал. И по вкусу, и по вкусу, это уже у него, у этого напитка хребет более такой, знаете, окостенелый по сравнению с первым. То есть это действительно пивняк. А первый напиток это были, знаете, дамские рассусоливания по поводу очередного неудавшегося романа. Вот так. То есть перед тем, как дамочка, знаете ли, сочла роман неудавшимся, я думаю, что она успела кайфануть неким образом от этого романа. Ну, знаете, как это бывает обычно, то есть сначала как бы там год, два, три года кайфа, ну, а иногда и несколько месяцев, да. А потом я потратил на тебя лучшие годы своей жизни, вот это. Знакомы же, да, ребят, знакомы многим. И как же я в тебе ошибалась, вот это вот. Ай. Ай, блядь. Вот настоящий мужик. Да, да, да. Не, не забывайте, кстати, настоящий мужчина должен, и я богиня. Давайте там это, не забывайте, где вы находитесь. Хотя бы, хоть вы, может быть, на Северном полюсе перед монитором со спутниковым интернетом. Хоть в квартире в этом, в Зеленогорске в каком-нибудь. Все равно не забывайте вот то, что я выше сказал. Смотри, интересно, как получается. Вот здесь 5,2 градуса, да, и в первом 5,2. Но первое это было просто как вот, причем мы его пили, просто вот, знаешь, такой вот прям вот, ну, как будто безалкогольное пиво пили. Ну да. Что, допьем сейчас второе, и уже будем в пшенички переходить, да? Да вот же. Клаус фон Бютенхоф Эйке фон Энгельгард. Это брат, видимо, Вольфаса, да, который Энгельман? Ну нет, я, кстати, немножечко так это, провентилировал всю эту тему. К третьему переходим. Так это кто? Это просто имя сейчас пришло в голову. Это? Да, 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 ты говоришь, это его родственник. А я немножечко, самую малость провентилировал эту тему. И там, по-моему, опять, опять без наших друзей семитской крови не обошлось. Семитской? Да, как я понял, по именам, какой-то там Бен, что-то там, какой-то там Вольф, Бен, какой-то там что-то такое. Это, скорее всего, евреи, основатели пивоварни, не немцы. Балта, опять же. Ну тут все понятно, по-моему. Прям на болт, на болт, Макс с Балтой. То есть если в России Макс с Балтом, то там, наверное, Макс или там Юс. То есть можно продолжить мысль и предположить, что изготовители, либо какой-то там главный инженер или кто-то там, он фанат коррозии металла, хотя и живет в Литве. Хотя это маловероятно. Почему маловероятно? Ну я не знаю, но какое-то уж слишком дичайшее совпадение. Балтой, и вот ты угадал прям в точку, что это именно Макс с Балтой. Макс с Балтой. Да, скорее всего, все гораздо прозаично. Вот именно, ну, Балтийская. То есть Балтой, Балтийская. А, слушай, ну да, кстати говоря. Хотя город Каунас, где производят это пиво и где находится этот пивняк. Ну не пивняк, а пивоваренный. Пивоваренный завод. Каунас, да? Да, он находится в городе Каунас, который довольно-таки далеко от Балтийского моря. То есть примерно, ну я бы сказал бы, ну километров 200-300. То есть, ну не ближний свет. Знаете, там заводчанам с этого завода съездить покупаться в песчаных дюнах, это ну целая проблема, короче. Ну, сразу, да, видим пшеничка, то есть мутная, все как положено. Да, 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 такой цвет. Сразу чувствуем цитрусы в аромате, вот эти вот, которые свойственны пшеничному пиву. Это я, я, например, чувствую копченость. Однозначно. Какие-то колбаски, какие-то вот что-то вот какую-то такую, может быть, копченую колбасу нарезочку. Вот, 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 я не знаю, хоть убейте, надо прочитать, из чего они это все бодяжат. Слушай, он очень карамельный еще, поймем, но, опять же, не выпуклокарамельный, но такая прям, прям, блин, отличная карамель, кремовость. Ну, пока это самый богатый, то есть, ну, как бы неудивительно, что пшеница по сравнению с просто светлыми сортами, она такой более богатый кажется. Здесь и цитрусы, и крем с карамелью, и вот мурзагалика. То есть, просто ячменный солод, он что, поблекшее будет, чем пшеничный солод? Ну, слушай, в данном случае ароматика вот у этого, у третьего, прям, прям очень богатая, прям классная. Я даже вот не знаю, сейчас темные после этого вообще, как бы, встанут рядом. Дай попробуем. Ну, давай. Ух ты, вообще так что-то такое прям, да? Лимонад, короче, этот, именно лимонад, вот, ситро, так называемый. Вот прям вот имеется здесь в виду ситро, но это не значит, что его бодяжит ситром. А вот что тут какие-то вот такие компоненты? Такая, да, знаете, детскость даже какая-то, как будто юноша приобщается к алкогольной культуре и начинает алкоголизироваться. Но он еще не подкинул юношеский возраст, его все-таки тянет на что-то такое, на эти солдатики, что ли, погамать, в приставку зарубиться. И вот ему тут подгоняет именно вот такой пивас, и он такой, как бы, практически переход на стадию взрослого алкоголика практически незаметен. Вот такая вот конетель. Интересно. Не чуешь ты ситуацию? Интересная ассоциация. Я здесь, знаешь, на что это похоже? На... Однозначно, дюшес, дюшес, вот это вот прям меня просто вот, я был не совсем корректен, а дюшес. Блин, я долью, я долью, тебе долить, кстати говоря. Давай. Давай. У меня, знаешь, с чем? У меня ассоциация с молочным коктейлем. Вот прям, ну... Молочным коктейлем из фильма «Американский пирог». Типа «Американский пирог», то есть пирог какой, домашний или из Макдональца? Ты не помнишь там «Как тебе молочный коктейль, Стифлер?» «Пошел ты!» Ну, когда он с унитазом обнимался. Меня не помнишь этот момент. Вот молочный коктейль, когда он пивка хлопнул. Ты такой... Ну и все, и понеслось. Блин, мне интересно, как он распознал, вот как Стифлер распознал, что в пиве была сперма? Он распознал, что там было дико что-то чужеродное. Какие-то такие, ну, какие-то фракции, которые были плотнее, чем пиво. И он это вот так вот, знаете, вот так вот делает, смотрите. И понимает, что там есть что-то постороннее. Но он находится на молодежной вечеринке, и, блин, там может быть все что угодно. От презерватива там до той же спермы, там, я не знаю, до обогащенного урана в порошке. И не факт, что он прохалал, что это была именно вафля. Просто что-то такое чужое, беспонтовое, это надо выблевать. Я вот так вот это понял. Вот так, да? Да. А может быть, кто его знает? А я понял по-другому это, знаешь, что, ну, то есть Стифлер, он сразу понял, что это сперма. Вот. Ага. И чтобы чувак понял, что... Чтобы чувак сразу понял, что это сперма, да? Он должен знать тебе вкус. Напишите в кометах, кто знает вкус спермы. Ну, нормально, нормально такой певец. Именно по богатству вкусовому, мне кажется, оно уступает богатству ароматическому. О, смотри, шершень прилетел. Это шершень или шмель? А он почуял тоже, знаешь, нотки такого чего-то дюшесного. И он сейчас как бы будет... Слушай, это такая движуха. Надо с этим что-то решать. Он чует, короче, сладость. Сука, он сейчас залетит прямо в банку ебать. Ну, если залетит, ну, там и останется как бы. Да, а ты прикинь такой. Слушай, я, короче, подхожу к нему ебать. Прикинь, блять. Ой, бля. Перед тем, как эти темные пробовать, да? У меня мыслишка такая созрела. Глупые мыслишки, штампы. Ну. С первым его сравнить. Ну, давай прям по глоточку, по глоточку прям. Ну, по чуть-чуть. Тут вот такой легкий пивничок. Знаешь, не заводчане идут, а работницы швейной фабрики. Которые, которые как бы не кирпичи грузят и делают их, а которые сидят за швейными махинками. Такие платьишки, да, такие красивые. Да, такие прям развиваются. Весерок такой. Оп так. Да, и такие труханы, ретузы такие. Блин, у меня история была, знаешь, короче, сейчас расскажу. Еду в маршрутке, значит, на казачьей. Ага. Вот. И, значит, садится такая мадемуазель, каких не знал. Да, и что такие есть, не ведал, не гадал. Такая, ну, такая девушка такая в теле. Но в теле не в смысле там нижеруха, короче. То есть в складке ее не получится. Не-не-не, абсолютно нет. Ну, такая хорошая такая вот. Ну, понятно. Вот как бы кубанцы меня вообще поймут, я думаю. Ну. Вот. Ну, кстати, хорошая даже не до степени кубанских женщин или ростовских. Ну, до ростовских, может быть, но не до кубанских. Вот до такой степени. Ну, понятно. Такая, ну, ни в коем случае не в обиду кубанским женщинам. Очень люблю вообще все географические, вот, знаете, это, как это сказать. Коннотации. Да, скажем так. Короче, такая хорошая, хорошая, такая разбитная бабец. И она входит в таком, значит, ну, как я не знаю, платье, сарафан, как это назвать. Ну, то есть, вот, чуть выше колен у нее, значит, это подол. Такой, помню, голубенькой такой. И она вот садится прям так. Это, ну, сколько ей лет, так, ну, по тридцатничек, может быть. А может быть, даже уже чуть больше. Ну, то есть, такая близкая к Милфи. Ну, к такой прям. И, в общем, и как бы я так на нее посматриваю. И вот перед поворотом на Казачьей она, значит, выходит из маршрутки. И вот тут случается момент, она выходит и встает на перекрестке. И тут случается момент, когда, знаешь, ты ловишь, знаешь, момент силы. Вот, как помнишь, этот болчаливый боб так вот, он пытался рукой вот так вот этот меч, меч световой вот так вот поймать. И там просто что-то болтанулось, и меч просто полетел, и он раз ему в руку. И все, и он уверовал свою силу. И вот у меня тоже было такое, что я прям смотрю на нее, она вышла. И я смотрю на нее прям, и мне хочется задрать ей юбку своим взглядом. И тут просто порыв ветра, и мы вот так вот отъезжаем, и я взглядом просто не отвлекаюсь. Смотрю на нее, и у нее ветер вот так вот просто берет и юбку вот так вот задирает. Ништяк, а что за труханы? Вот так вот. А труханы, ну, такие обычные белые. Белые? Ну, а какой фасон? Три четверти? Что, бикини? Ну, нет, не бикини, ну, то есть, не бикини, но и не ритуза абсолютно. Ну, я бы сказал, стандарт. Ну, стандарт, да. И он просто вот так вот задирает все это, и она такая, вот это вот все. И я такой, да пребудет со мной сила. Да, нормально. Давай, вот за силу. Краткое резюме по первым трем образцам такое. Вот мне пока больше всего понравился вот этот вот первый рингтиннис, который за счет своей вот этой медовости, такой вот легкой, но выраженной достаточно. Второй у нас представитель, он, ну, хорошее пиво, но такой вот, вот такой вот, как вот эти псы, понимаете? Вот эти вот, вот эти вот. Ну, то есть, что-то такое простое, пролетарское в этом во всем есть. Амар. Убачи. А! Хорошо предупредил. Убил? Да, да, ну, все, карантейн. Слава богу. Так. Ну, а третье. Ну-ка, что у меня с микрофоном? Ты его на сосунок скрепил, что ли? Не-не-не, ну, так рядом, рядом, такая тонкая грань. Третье, хорошая пшеничка. В аромате обещал чуть больше. Ну, пшеничку я, знаете ли, вот уже как-то вот в последнее время по многу не пью. Так, это что, бляди, эти долго будут там гавкать вообще? Бахемиос. Это у нас уже дарк лагер, то есть, темный лагер. Значит, Литва точно так же состав. Вода, ячменный солод, сахарный сироп. С. Или фруктозно-глюкозный сироп. Джи. О! То есть, здесь еще, видишь, как это, разновидности. Ну, да, то есть, концентрансион слага. А также здесь жареный и бледный солодовый ячмень, хмель. Ну, все, погнали. Ну, смотри, слушай, цвет прям вообще красота. Вообще, вот действительно, да? Красота. Все вот эти три приколюхи, они отличаются, три вида отличаются друг от друга кардинально своим цветом. Это просто, знаете, квасок по цвету. Вот. В кое-веке, смотри, я себе налил так, что у меня больше пена в этот раз, чем у тебя. Ну, вот. То есть, вот так. А! Богемиас. Сейчас что-то богемное будет у нас, в общем. Богемиас тамсусис. Блин, смотри, пена прям. Прям. Как это, Пьер Арман, да? Вот так прям. Да, it's good guy, а. Так, ладно, ароматика сладкая, ржаная. Он в ароматике, как квасок, а не только в цвете. Смотри, как этот, какой-нибудь хлебный край какой-нибудь. Не исключено, кстати, базаришь. Именно хлебный край. Кстати, редкий сейчас на прилавках квас. Может быть, фирма обанкротилась? Был такой, да? А что-то я как-то и не вижу уже в последнее время. Ну, мы с тобой вот буквально вчера, значит, брали лидский темный. Ну, лидский темный более выраженный в ароматике, да, наверное? Угу. Вот. Слушай, ну ничего особого про аромат не скажу. Давай попробуем. Давай. Так, вроде, как бы, ну, приятно. О, а вот во вкусе интересно. Сладость, сладость. Он довольно сладкий. То есть, действительно, как будто в квас кинули чуть-чуть, короче. Прям вот неожидаемо, но немножечко кинули именно, короче, спирта. Ну, вот. Как этот, радист тот-то делал у себя на канале. Да, да, да. Ссылочка, кстати, вот там будет на радист. Вот. Если он этот, если, значит, будет ссылочка на ролик, да, если он ролик не удалил. А если удалил ролик, ну, просто добавим ссылочку на канал, так, чисто по-братски. Ну, да, да, позырите, чем пацан. Смотри, знаешь, что здесь? Здесь, смотри, здесь прям ягоды, такие, такие сладкие ягоды и слива. Даже чернослив, я бы вот так сказал. Вкус реально классный. Да, 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 сладкое темное пиво. Надо же такое. Я вот, честно говоря, не припоминаю таких раскладов. Хорошее, хорошее. Наверное, именно по вкусу, таким вкусовым качествам, да, это пока лучшее. Ну, блин, ну, слушай, ну, поэтому я и люблю, в принципе, темное пиво всегда, да. Да, это твой приоритет. Да, вот этот рингтинис, да, который первый, он мне понравился, да, то есть как светлое пиво, это шикарно. Вы знаете, как блондинки и брюнетки, да, то есть, ну, вот. То есть, среди каждых есть, ну, свои какие-то такие изящества, да, такие вот прелести. Вот. Ну, кто-то предпочитает блондинок, а кто-то брюнеток. Ну, а кто-то всеяден просто, как медведь. Просто вот что ему в лапы попадет, то он как бы и хавает. А вот ты всеяден? Однозначно. Всеяден, да? Вообще пиздец. Сука. Даже в плане возраста, ебать, вообще просто. Ну, до определенных прибелов вы не подумайте, ничего привратного. Да подумали уже сто пудово. Так, значит, бордо. Вот такая вот баночка. Значит, смотри, здесь у нас состав вода, ячменный солод, карамельный ячменный солод, сахарный сироп, то есть просто ячменный и карамельный ячменный солод. Интересный замес. Вот, или сироп фруктозы, глюкозы, жареный и бледный солодовый ячмень, хмель. Здесь, кстати, состав самый продолжительный. Вот, нахер я взялся его читать, это сложно, знаете, к пятой банке уже язык начинает слегка заплетаться, я вам доложу. Ну да, но ты не забывай, как бы, непочатые банки, то есть фактически ты меньше расклад. Опа, ну, я же говорю, к пятой банке. Ну, сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним, еще более сладкий запах. Прям даже интересно, слушай, сравнение. Смотри, первое, вот это вот, которое Богемиус, оно на запах, вот после этого кажется, знаешь, немножко таким горчичным каким-то. А вот это именно более сладкое. Ну, опять-таки, хлебнокраевщина тоже здесь присутствует. Да-да-да, да-да-да. Я сейчас пытаюсь, короче, вот это кажется более изящным, Бордо, чем Богемиус. Ну, опять же, только на сравнении. Ну, давай врываться. Давай. Тост, может быть, тост какой-то, я не знаю, там. Тост за процветание псковской дивизии. Неплохо, да, вполне. Кофейность, горечь, глубина кофе. Нет и намека на вот это вот такой, знаете, трэшевый квас, как в предыдущем, Богемиусе. То есть, здесь уже намеки на квас и на сладость отсутствуют. То есть, здесь это уже такой, как бы, чувачок такой, серьезный. Оно, кстати, не такое сладкое по вкусу, да? Ну, да. По ароматике сладкое, а вот, то есть, вот это вот Богемное, оно самое сладкое кофе. Причем, что он не Эрзос дерьмо, а натуральные зерна, которые растолокли и в общий микс, в общий котел свалили в незначительной пропорции. Вот эти пять образцов, они попали на столб именно потому, что мне просто удалось найти именно пять образцов. Все просто. Здесь, в Скове. Вот, причем три из них в пятерочке, два из них в магните. Все. Пять штук на столе. Блин, понравились все. Ну, наиболее простым я бы, наверное, вот это отметил. Оно простое, но хорошее. Такой уверенный пивняк такой прям. Да, 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 да. Вот, то есть, вот эти два, они, даже вот эти два наиболее простые, да, потому что... Да, это самое слабое звено из этого, из этой цепи. Их нельзя назвать слабыми. Ну, я имею в виду, из этой цепи это самые слабые звенья. Ну, я тебе... Хотя, если сравнить с пивом футбольным, да, то, безусловно, как бы... Смотри, есть люди, которые наверняка не любят сладкие пивасы. И вот эти два образца им, как бы, ну, не придутся ко двору, потому что они, может быть, слишком какие-то вот... Ну, они слишком европейские. Твои фавориты сегодня. Самое простое для меня это, то есть, топ-5 по повышению. Пятое место, этот товарищ. Четвертое место, этот товарищ. Третье место, этот товарищ. Второе место, этот товарищ, это первое место. Последнее он как-то... То есть, у тебя вот это первое место, да? Ну, вот я так думаю, что да. Ну, ты красавчик, да? Ну, вот это, вот это вот однозначно, как пшеничное, что-то как-то вот вообще, что-то дюшесное, вот это, про которое я говорил. оно что-то как-то вот наиболее блеклое со всего этого но также я хочу сказать что они все в принципе весьма и весьма просто этот слабее других товарищей понимаете но у меня на пятом будет вот этот это у нас значит бравора на четвертом пинта на третье я наверное поставил 5 4 3 2 у меня будет вот это вот наша наша ринг тенис и первое я все-таки вы выделю для себя вот этот вот богеми ну потому что ну как бы люблю люблю сладенькая любишь медок люби и холодно но в очередной раз повторюсь они все очень достойные здесь проходного пива нет я даже удивился сейчас тому что у меня потребительское отношение к пиву и мне вообще дай пизды а здесь у каждого свой характер понимаете в рамках одной фирмы это бухло все размучено и разлито но у каждого своя изюминка у каждого свой характер то есть это не знаете как там вроде там разные сорта там какой-то фирмы там той же балтики а ты как бы различаешь только такие адовые разницы типа девятка и тройка вот а тут тут действительно вот про каждое можно рассказать и каждый можно вкусить и каждым только каждым можно еще и наебениться то есть ящиком эту ящиком того ящиком третьим и так далее это нормальный вариант такой кстати а чё по градусам в плане темного пива а по градусам кстати да ну здесь вот по 5 и 2 здесь 5 эти два по 4 и 2 первые два товарища самые еды то есть да прикинь то есть мы шли сегодня как раз таки на понижение а не на повышение как интересно очень рекомендую категорически бренд порадовал ну и конечно напоследок да подписывайтесь на канал не будьте пи***цами вот и все ребят всем спасибо